Бабушкин фотоальбом Моя самая любимая игрушка в детском саду Я мечтала, чтобы такую же подарили родители Эти старые вещи хранят историю нашей семьи Дома, родины Поэтому с ними так сложно расстаться Сегодня они пылятся на антресолях, в кладовках и на дачах И ждут, когда кто-то им подарит новую жизнь Субтитры подогнал «Симон» 70-80-е годы в СССР Это время катушечных магнитофонов, монозвука и проигрывателей винила В каждом доме были пластинки Аллы Пугачевой Ансамбли Поля Моря, Бонни М и Абба О музыкальных вкусах того времени мы поговорим с нашей сегодняшней героиней Ирина Анатольевна, здравствуйте! Здравствуйте, Диана! Ну что, начну сразу с пластинок Откуда, что за коллекция и как она у вас давно хранится? Ну, дело в том, что это не вся коллекция, а только часть большой коллекции Когда-то я собирала пластинки, очень много их было в доме А вот тут недавно полезла на чердак и смотрю Часть этой коллекции, оказывается, еще сохранилась Не все выбросили, не все успели разбить или кому-то раздать, подарить Вот, я стала смотреть на то, что когда-то приобреталось с большим трудом Это не то, что сейчас пошел в магазин и купил все, что тебе нужно Если выходила какая-то новая пластинка Аллы Пугачевой, ее в магазине было не достать С Виталией, С Виталией Сколок А вот, например, пластинки Тухманова По волне моей памяти Ну, много разных было Мои мамы были, не поверить, именно вот эти пластинки были моей мамой Вот, нос, бетлы и так далее, это вообще было Днем с огнем не соскать, да? Да Но мне посчастливилось, у меня был приятель Который работал на Априлевском заводе в Громпластине Ах, вот оно что! И он мне за, конечно, небольшую, но переплату привозил пластинки, которые мне нужны были То есть все хиты были у вас? Да, да А в те времена еще было очень модно выставлять проигрыватель на окно В эти колонки, ну, тогда уж не колонки, а маленькая одна колоночка Но все это было во двор Включалась на всю громкость музыка Соседи, конечно, были далеко не рады этому Но, тем не менее, вот, жизнь была очень веселая Но все знали, что у вас есть, во-первых, проигрыватель Во-вторых, у вас есть самые редкие пластинки Да, ну, а потом я была молодая, и мне это было по кайфу, что называется Чтобы все слушали, не только я Ирина Кузьмина Человек, безусловно, творческий, хотя и имеет техническое образование Много лет трудится в издательстве, которое выпускает книги и журналы о радиотехнике Наверное, поэтому в доме так много часов и других точных приборов Своя небольшая подмосковная усадьба появилась почти 30 лет назад Придомовым участком полностью занимается супруг Михаил Георгиевич Он даже вырастил виноград, который в конце лета дает замечательные плоды Это напоминает о его родине, в солнечной Грузии Хотя бы раз в год вся семья обязательно отправляется в Кутаиси Навестить родственников, да и просто прогуляться по старинному городу Особенно эти путешествия ждет дочь Ирины Анатольевны и Михаила Георгиевича Ирина Она хоть и родилась в Подмосковье, история своего древнего рода ей очень интересна Ирина Анатольевна, я когда к вам ехала, обратила внимание на то, что поселок достаточно старый Прямо дома такие стоят, вековые Какая-то история, наверное, есть в поселке, с которым вы наверняка знакомы Здесь дачные места еще со времен купцов Перловых И даже вот в этом доме, в котором мы сейчас с вами находимся Когда-то это была дача Олега Табакова Вы что? Да Вот на этой стене, например, было написано, здесь был гафт Они были молодые, они здесь жили Они, видимо, арендовали, да? Да, они арендовали, это были госдачи Вот, и здесь много было, наверное, знаменитостей К сожалению, мы этого не застали Но соседи наши рассказывали, что здесь они очень весело жили Ну, если вернуться к пластинкам, мне, конечно, непонятно Какую из всех этих ценностей мы можем забрать И какую вы готовы, самое главное, отдать Ну, давайте, наверное, что-нибудь... А вот давайте, наверное, возьмем эту пластинку Вот эту пластинку я подарила своему мужу когда-то, я помню Причем здесь изумительные, правда, мелодии грузинские Она одновременно мне и дорога, и с другой стороны, я хотела бы, чтобы она приобрела, наверное, какой-то иной смысл Тогда давайте я ее забираю временно Давайте Расскажу дизайнеру о вас, о вашей семье О том, что у вас здесь так дружно и хорошо живется Надеюсь, мы найдем достойное применение этой пластинки Что-то из нее получится Я надеюсь, так Я надеюсь Ну, и временно с вами прощаюсь, до скорой встречи До свидания До свидания Я направляюсь к талантливому дизайнеру Алене Залюбовской Еще будучи маленькой девочкой, Алена любила рисовать Мастерила подарки для родителей Ну, а в школьные годы красиво оформляла стенгазеты и рефераты Учеба и в школе, и в художественном вузе позади Но с детства мастеру было жаль расставаться И она начала обучать детей декоративно-прикладному искусству В работе, Алена признается, ее вдохновляет горящий взгляд ребенка Его творческая смелость Параллельно мастер оформляет интерьеры детских учреждений, квартир и домов Особенно Алене нравится работать с лепниной Кроме того, она профессионально расписывает шелковые ткани И отлично владеет декупажем Так что наша пластинка окажется в надежных руках Алена, привет! Привет! Посмотри, какой у меня для тебя сюрприз Здорово! Пластинка советская, Ленинградского завода Очень интересно Настоящий раритет Более того, в прекрасном состоянии Но мне кажется, это потому, что в советское время у огромного количества людей были пластинки Все мы их слушали, да, я помню, как и моя мама коллекционировала их Да Ну вот у владельца эта пластиночка, она, по простому говоря, завалялась Что мы можем из нее сделать? Владельца, я так понимаю, мужчина Да, у него есть супруга, но вот собственник, так скажем, этой пластинки, это мужчина Хорошо Сделаем из нее часы в морском стиле Но все-таки они будут адаптированные, такие не слишком брутальные С нежными нотками Да, с нежными нотками, чтобы они понравились его супруге Мне не терпится начать, поэтому я предлагаю, наверное, освободить рабочую поверхность Что нужно сделать? Ну, мы сейчас уберем здесь все лишнее Достанем материалы и начнем Ну, давай тогда приступим Давай Ну что ж, мы начинаем? Да Из чего? Мы начинаем с того, что сначала загрунтуем поверхность Потому что нам нужно этот весь черный цвет загрунтовать, и он станет белым И уже на этой поверхности будем все делать В технике чего и что мы будем использовать? Расскажи, пожалуйста Мы будем сегодня делать часы в технике докупаж Но не просто докупаж, а будем с элементами лепнины У нас будет объемная, красивая лепнина Да, мы будем делать ее обычной шпатлевкой Вот, это очень интересно Хорошо, тогда приступим Ну, я здесь подготовила такие самодельные нам губочки Губочки, да Вот, мы сейчас с ними вооружимся и сделаем нашу работу Таким вот, называется, тампованием, да То есть примакиваем энергично Вот, стараемся Так, я, пожалуй, тоже начну примакивать и стараться Чтобы закрыть всю поверхность Да, используем белый акриловый грунт Наши любимые акриловые краски грунта Быстро сохнущие Да Мало пахнущие Подходят для работы в помещениях с небольшими поверхностями Самое главное, что нам нужно сделать первый слой достаточно тонким Чтобы он быстро высох И потом уже сделать еще второй слой Вот, чтобы хорошенько замаскировать черный цвет Что ж, все просушено Как видели наш лучший друг и помощник для того, чтобы просушить небольшие предметы Это фен Фен, конечно Всегда придет на помощь, особенно если вы работаете в помещении И погода за окном не жаркая Да Что мы будем делать дальше? Дальше мы с вами сейчас возьмем уже подготовленную специальную рисовую бумагу Я выбрала вот такой сюжет, мне он очень понравился Морской, даже написано Ocean Сейчас нам на этой докупажной карте нужно определить центр И нужно расположить цифры Ну да, чтобы появился циферблаг Конечно, да Цифры будут римские Мы аккуратненько их здесь наметим карандашиком И уже потом я их нарисую при помощи акриловых красок Вот, поэтому я отмечаю центр Прикладываю сначала на купажную карту Как она у меня будет лежать Ну вот центр у меня здесь Очень удачный сюжет, потому что здесь как раз есть такая небольшая разлинованность в этом сюжете И поэтому мы можем сориентироваться насчет центра Намечаю римские цифры Вот Ну этого будет достаточно Дальше я уже все сделаю акриловыми красками нарисую Все, готово Так, действительно, появились цифры Теперь стало понятно уже, что это действительно часы, а не просто какая-то салфеточка Хорошо, что мы делать сейчас? Будем приклеивать ее или сначала у нас нужно там закрепить, может быть, стрелочки? Нет, нет, мы будем сразу приклеивать нашу докупажную карту при помощи акрилового лака Для работы с лаком нам понадобится кисточка Желательно, чтобы это была плоская кисточка Вот, чтобы она была плотная Здесь у нас щетинка Таким образом она обеспечивает нам нужный нажим Вот, чтобы нам было удобнее распределять лак по поверхности Хорошо, я тоже хочу поучаствовать Поэтому, если ты дашь мне кисточку вторую Итак, процесс простой Но тут главная тонкость начинать от центра к краям Да, это очень важно Потому что в процессе салфетка немножечко растягивается Нужно, чтобы это было равномерно Поэтому не спешите Да Самое главное промазывать ее полностью, прям насквозь Чтобы весь лак пропитал всю салфетку Что ж, можно полюбоваться на промежуточный результат Посмотрите, какая красота получается Что хочу отметить Мы покрывали рисовую салфетку лаком И вместе с ней покрывали свободные края Пластинки Для того, чтобы это было более крепким Держалось поплотнее Вот уже видно центр, где у нас будут прикреплены далее стрелочки И сейчас рассказываем дальнейший наш этап Ну, теперь самое интересное Изюминка в этих часах это будет лепнина И лепнину мы будем делать обычной шпатлевкой Наносим ее такими небольшими мазками И стараемся максимально ее размазать Потому что нам нужен тонкий слой Нам нужно создать именно вот фактуру песка, фактуру волн И для того, чтобы сделать фактуру песка Нам понадобятся еще вот такие врагубки Можно будет потом еще вот так немножечко добавить Такими движениями мы создаем фактуру песка Слушайте, на самом деле, вот казалось бы просто Вот раз-два и действительно песок Да Я правда не уверена, что я могу так Но если ты мне позволишь попробовать Конечно Вот возьми, наноси небольшой тонкий слой Вот, ну достаточно, чтобы создать фактуру, да? Пластинка уже все меньше напоминает пластинку Настоящий арт-объект Наверное, сложно в этом еще угадать часы Но пока вот наверху появился песок Морская тематика, о которой мы говорили Внизу бархатистые волны И сейчас, видимо, уже краской Да, мы выделим окончательно все то, что мы нанесли шпаклевкой Расскажи, как мы это будем делать Да, я подобрала очень красивый нейтральный тон Он очень похож как раз на цвет часов И напоминает нам золотистый песок Причем в прямом смысле золотистый Очень такой красивый нейтральный цвет Богато? Да, будет очень богато Так, вооружаемся кисточкой Той же самой Да, вооружаемся кисточкой И начинаем закрашивать все вот эти поверхности Кроме, естественно, моря Море у нас будет отдельный цвет, мы нанешаем Что ж, мне все понятно Можем начинать? Начинаем, да Есть небольшие промежуточные этапы Мы покрыли полностью золотистой краской песочек И у нас теперь золотистый морской песок А нижнюю часть, которая изображает волны Мы, соответственно, при помощи золотых Алененных рук Сейчас делаем цвет волны Голубого, синего Да, да Только я, правда, не вижу краски соответствующие Чем мы будем красить? Ну, мы цвет, конечно, создадим более сложный Потому что у нас часы в такой сложной, интересной гамме Песочной Поэтому мы будем использовать цвет моря Такой более бирюзовый, зеленоватый немножечко То есть мы подберем цвет не открытый, синий У нас акриловые краски Мы будем смешивать цвета У нас будет сейчас самая творческая, интересная часть нашей работы Наконец-то, а то было-то скукота Да Ну, на самом деле, да, это было очень интересно, да Но было достаточно все просто А теперь будет именно художественная часть Так Нам понадобится палитра Сейчас смотри, что мы сделаем Я намешаю цвет для наших волн А ты тем временем покрой, пожалуйста, лаком песочек На тот случай, если вдруг мы этим цветом зайдем на песок Мы могли потом бы исправить его, да То есть чтобы у нас поверхность была уже, скажем так, защищена Мы почти в финале Часть песочную я только что покрыла прозрачным лаком Он практически досох И нам остается совсем небольшая, но очень интересная творческая часть Это создание цвета волн Расскажи, пожалуйста, как ты это будешь делать Да Сейчас я нанесла нижний базовый цвет Он самый темный Но, конечно же, такими волны не останутся Этот цвет нам нужен для того, чтобы выделить фактуру волны Ее глубину, скажем так И еще у меня есть два цвета Средний и такой более светлый, бликовый Сейчас я наношу средний тон Вот, делаю это очень, стараюсь аккуратно Не перебарщиваю Не перебарщиваю, да И так как у меня фактура не очень выраженная Самое главное, ее все не затамповать То есть можно просто закрасить весь цвет У нас не останется темного цвета, который нам, собственно, выделяет эту фактуру А, собственно, обратите внимание Несмотря на то, что я держу кисточку в руках Я ничего не делаю, я просто любуюсь А весь цвет, вся красота наносится вот теми самыми тампончиками Губками, которыми мы работали в самом начале И мне чем нравится работать с губкой То, что переходы цвета получаются плавные И незаметные, скажем так Сейчас пока волны достаточно такие темные у нас Надо будет еще бликов нанести Вот, чтобы волна у нас заиграла Сейчас нам нужно немножечко добавить золота в наши волны Чтобы у нас получился такой красивый золотой закат или рассвет Не знаю, что это у нас Немножко объединилась вся композиция Чуть-чуть буквально я добавляю Чтобы приглушить такую вот навязчивую зелень Хотя она достаточно спокойная такая Но ее немножко надо все равно прибрать Золото, конечно, сейчас украсит нам Да, золото чуть-чуть совсем много добавляем Все, достаточно, много тоже не надо Мы позолотили волны Этого вполне достаточно Особенно гребешки красивые, когда золотые Вот гребешки Достаточно Теперь останется нам украсить ракушками Красиво распределить Не переборщить Нарисовать циферки И прикрепить часовой механизм И наши часы готовы Что я могу сделать? Прикреплять ракушки? Сейчас самое тоже интересное Это ракушечки надо расположить Чтобы ничего лишнего, скажем так Но при этом и какой-то все-таки акцент создать То есть нам нужно создать небольшие композиции Из этих ракушек Скорее всего по краям Творческая часть нашего мастер-класса Вот во всей красе Разложены красиво ракушечки Мы примерили стрелки И тут нужно помнить, что если стрелочка будет такая же длинная То примерьте обязательно Чтобы за декор стрелочка не задевала Когда уже часы полным ходом будут идти И теперь нам осталось нарисовать циферки Это, Алена, мы поручаем тебе, естественно А я приклею ракушки при помощи клеевого пистолета Непосредственно к самой основе часов И тогда уже можно будет полюбоваться часами нашей работы Так что давай поскорее приступим Да Итак, декоративные настенные часы Действительно отличный подарок И никто не догадается, что когда-то они были пластинкой Как нам удалось столь чудесное превращение? Сейчас мы вам напомним Для начала мы дважды загрунтовали пластинку Чтобы радикально черный цвет сменился кипельно-белым Дизайнер наметила центр часов И правильно распределила рисовую салфетку для докупажа Стиль нашей работы – морская тематика Которая напомнит о путешествиях в дальние страны Если салфетка из надежного материала То прикрепить ее можно при помощи лака для докупажа Не используя клей Главное – вести кисть от центра к краям Что позволит равномерно распределить бумагу Для создания рельефа Алена взяла простую шпаклевку Тонкий слой которой имитирует песок, море и волны Затем песок стал у нас золотым А океанические волны получили все оттенки синего В результате мы создали объемную фреску Аккуратно пишем цифры и крепим часовой механизм Который можно приобрести в любом магазине для творчества Итак, финал нашей работы Вот такая вот невероятная красота в морском стиле Старая пластинка совсем не напоминает уже себя Ален, я хочу тебя поблагодарить Потому что это было очень занимательно Казалось бы, при помощи совершенно простых техник Мы добились такого результата Ну, я, по крайней мере, просто поражена И твоим мастерством, и тем, что получилось Мне было очень приятно с тобой поработать Я тебя благодарю И надеюсь, конечно, на какие-то дальнейшие мастер-классы Которые нам откроют еще что-то невероятно новое Мне осталось только вручить эти часы Надеюсь, что благодаря им владелец не будет опаздывать никуда Потому что смотреть на них одно удовольствие Всего тебе доброго и большое спасибо Спасибо Всего хорошего Ирина Анатольевна, узнаете? Это ваша пластинка Да, конечно, узнать очень трудно Мой муж будет очень приятно удивлен Слегка в шоке Да, слегка в шоке Интересно, как вы все это придумали Какая была затея такая интересная Что даже ракушки здесь вы использовали Вы знаете, на самом деле здесь использовалось несколько техник Здесь у нас и докупаж, и мы работали шпаклевкой И просто приклеивали ракушки И подрисовывали Много было техник, дизайнер поработал на славу Я приложила к этому тоже руку Вот та звездочка красненькая как раз Это вот я приклеила Поэтому мы положили много сил, труда Ну, работали с вдохновением Поэтому хочу, чтобы эти часы вам напоминали и вам, и вашей семье Вот о море, о тех теплых странах, где вы, возможно, бывали Супруг ваш Поэтому надеюсь, не прослушать вам долго Тем более я обратила внимание, что у вас часов коллекция Да, у нас в доме Как раз видите Вот, прям посмотрите, как во время Эти часы нас, да, и нас приветствуют Вот эти часы у нас прошли путь из Германии до нашего дома Это мой дедушка привез эти часы с фронта И вот до сих пор они у нас в нашем доме До сих пор они нам служат И очень здорово Красивый бой такой у них, аналогичный Причем эти часы у нас слушаются только мужчины в нашем доме Когда-то слушались только дедушку Дедушка их заводил и ремонтировал Потом мой отец И вот сейчас только муж мой заводит эти часы И женщины к ним не притрагиваются Потому что они стараются выполнять команду только мужчин Все понятно Но я думаю, что вот эти часы будут уже больше для женщин Для вас, конечно, они будут, скорее всего, для вас Они так выполнены очень оригинально Будем вспоминать действительно о море Спасибо вам большое Это и вам спасибо, что вы нам доверили свою ценную вещь Что вы не побоялись И вот я рада, что результат вам нравится Механизм здесь простой, просто поменить батарейку Так что вас они будут и вашей дочери точно слушаться Спасибо Всего вам доброго, спасибо и до свидания Спасибо, до свидания Виниловые пластинки остались в недалеком прошлом Практически полностью исчезнув из нашего обихода Однако у них появилась почетная миссия Стать мечтой коллекционера меломана Или звучать в клубах Кроме того, из грамм пластинок можно сделать великолепные часы Которые украсит ваш интерьер Поэтому не выбрасывайте старые вещи Мы знаем, как дать им новую жизнь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok